Девушки отдыхают Они строят гигантскую гидроэлектростанцию, приводимую в действие самым большим ледником в Европе. Это высокое напряжение. Для нас это был кошмар. Окончательный срок — недели назад. Для камнепроходцев Исландии наступило время похрустеть. Суперсооружение «Камнепроходцы». Добро пожаловать на восточные возвышенности Исландии. В 300 километрах от столицы Рейкьявика и менее чем в 200 километрах от Северного полюса. Это одно из самых отдаленных мест нашей планеты. А также место одного из самых амбициозных строительных проектов в мире. Проект гидроэлектростанции «Караньюкар». Цель — укоротить энергию двух мощных ледниковых рек, направить ее по 40-километровому подземному туннелю и превратить в ценное электричество. Для осуществления этой огромной задачи требуется не одна, а три мощных структуры. Во-первых, дамба величиной с 20 футбольных полей для украшения яростных ледниковых рек. Во-вторых, система туннелей, равная по длине английскому каналу, чтобы доставить поток воды к конечной ступени проекта в 40 километрах оттуда. Гидроэлектростанции выдолблены в камни на расстоянии километра в глубине горы. У электростанции туннели будут резко поворачивать вниз. Вода будет падать с высоты в 137 этажей, обрушиваясь на гигантские турбины, стоящие на полу станции с такой силой, что будет производиться огромное количество электричества. Осуществить эти три мегапроекта можно только использовав три мегамашины. Сначала бетонщик, бросающий вызов гравитации, ответственные за покрытие 92 тысяч квадратных метров поверхности дамбы тоннами жидкого цемента. Затем машина для бурения туннелей, АК, камнепроходец. Это чудовище длиной в 120 метров, которое превращает твердый камень в молотое мясо. И, наконец, гигантский бур. Ему потребуется довольно взрывной характер для того, чтобы вырезать электростанцию из этой скалы. С тремя манипуляторами для стратегического бурения отверстий, затем хирургического помещения зарядов, этот гигантский бур – именно та машина, которая требуется для этой работы. Но эта работа обходится недешево. Стоимость этого проекта превышает полтора миллиарда американских долларов. Создатели этого мегапроекта, правительство Исландии и город Рейкьявик, нуждаются в гарантиях успеха. Сейчас, через три года с начала строительства, они должны торопиться. Скоро наступит зима, которая превратит ледниковые реки в медленные струйки воды. Без сильного потока воды дамба не наполнится, и проект не даст электричества. Чтобы победить мать-природу, инженеры должны завершить два главных этапа в течение следующих пяти недель. Камнепроходец должен проложить главную секцию туннеля, который доставит воду от дамбы к электростанции. И питонщик должен закончить покрытие дамбы. Обе реки, которые будут питать проект, зарождаются здесь, около Ватнаюкула, самого крупного ледника в Европе. Его ледяной покров занимает более 8 тысяч квадратных километров и содержит примерно 3 миллиарда мегалитров замерзшей воды. Этого достаточно для того, чтобы покрыть весь Манхэттен кубиком льда, высотой в 56 километров. Летом эта ледниковая система река освобождает яростный поток, который создал в Исландии ее собственный большой каньон. Как только дамба будет готова, этот каньон начнет заполняться водой. В конце концов, в этом резервуаре накопится более 2 миллионов литров воды. Этого количества достаточно, чтобы на целый год обеспечить город Нью-Йорк свежей водой. Этот проект оставит огромный отпечаток. Не все в Исландии рады этому. Местное население разделилось. Дикая природа погибнет. Дамба займет 57 квадратных километров нетронутой гористой местности Исландии. Беспокоит эрозия. Меняющийся уровень воды в резервуаре будет обнажать слои почвы, и они подвергнутся влиянию знаменитого исландского ветра. Беспокоит и то, как это отразится на дикой природе. Резервуар покроет места, где гнездятся птицы и обитают северные олени. Но есть и другие, кто видит все в ином свете. Проект гидроэлектростанции использует этот ресурс, который присутствует в Исландии в избытке – воду. Полученное здесь электричество купит только что построенный алюминиевый комбинат, значительно увеличив иностранные инвестиции. Многие также с нетерпением ждут постройки новых дорог как потенциального стимула для развития туризма. Это парадокс для стран с немногочисленными природными ресурсами, вроде Исландии. Пора приниматься за работу. Сначала надо закончить дамбу. Но проще сказать, чем сделать. Это массивные структуры высотой в 60 этажей и шириной в 8 городских кварталов. Но чтобы удержать мощные ледниковые реки, она должна быть как большой, так и сильной. Силу обеспечивает бетон, огромное его количество. Но как уложить бетон на поверхность, подобную склону горы? Существует только одна машина, которая может выполнить эту отрицающую закон гравитации задачу. Это бетонщик. Специально созданный бетоноукладчик. Эта мобильная платформа достаточно мощная, чтобы поднимать тонны жидкого бетона вверх по очень крутой горе. И покрывать невероятно крутой склон слоем бетона достаточно умна, чтобы преодолевать гравитацию. Но сегодня у бетонщика отсутствует главный ингредиент. И они все плохие. Проблемы с бетоном. Инженеры обнаружили слишком большое количество воздуха в смеси, сделанной на имеющемся прямо на стройплощадке цементном заводе. Пузырьки воздуха влияют на поведение бетона при экстремальных погодных явлениях. Если смесь плохая, бетон может треснуть. Трещины и вода не смешиваются в стене дамбы. Для главного инженера Ричарда Грэма день начинается плохо. Он отвечает за строительство туннеля и дамбы. Что мы делаем, чтобы исправить это? Что делают люди на заводе? Извините. Чтобы дамба была готова до наступления зимы, Ричарду надо очень быстро принять решение. Мы можем положить новый. Можем найти новый замес, другой, совершенно новый замес. Мы не можем продолжать таким образом. Мы должны выбросить весь этот бетон. Бетонщик стоит без дела, пока проблема с бетоном не будет решена. А время идет. Через четыре недели дамба должна приступить к сбору воды. Приближается зима. Если они не поторопятся, этот мощный поток превратится в ручеек. Ледники сильно не тают зимой. Геодезисты постоянно ведут наблюдение за рекой. Чем выше ее уровень, тем быстрее течение. Сегодня она немного выше. На два с половиной метра. Пока новости неплохие. Но погода в такой близости к Северному полюсу может измениться очень быстро. Если команда не успеет закончить покрытие дамбы вовремя, то срок окончания строительства может отодвинуться до того момента, когда уровень реки опять поднимется только следующей весной, через шесть месяцев. И к этому времени электростанция будет или работать в полную мощь, или в холостую. До окончания строительства электростанции Караньюка расстается 20 дней. В то время, как рабочие торопятся закончить дамбу, приближается и срок окончания строительства глубоко под землей в Исландии. Завершение важного отрезка туннеля. Туннель — это главная часть всего проекта, потому что он доставляет воду, укращенную дамбой, генератору, расположенному в 40 километрах оттуда, превращая воду в электричество. Перемещение огромного количества воды на такое расстояние под землю еще никогда до этого не предпринималось в Исландии. Это подобно попытке втиснуть дикую реку в соломинку. Это очень трудная задача в одном из самых сложных районов. Высокогорье Исландии — это в основном базальт, один из самых твердых камней на планете. И существует только одна машина-мускулатура, которая способна прогрызть этот чрезвычайно твердый камень. Зайдите внутрь камнепроходца. Эта мегамашина подобна гигантскому стальному земляному червяку на стероидах, имея чудовищный вес в 680 тонн и размеры в длину более 120 метров. Эта массивная машина предназначена всего лишь для одной цели — поглощения камня. Находящаяся впереди резцовая головка, покрытая резцами из закаленной стали, достигает почти 8 метров в диаметре. Это рабочая часть зверя, та часть, которой этот бурильщик туннеля наносит удар по поверхности камня. Приводной механизм располагается за резцовой головкой и придаёт камнепроходцу стабильность и силу, которая ему необходима для превращения крепкого камня в пыль. Гидравлические ноги и боковые захваты, действуя совместно, не позволяют камнепроходцу поворачиваться вокруг собственной оси. Четыре массивных поршня обеспечивают резцовую головку с силой давления на поверхность камня, равной полуторам килограммов. У камнепроходца завидный аппетит. В течение двух лет он проедал свой путь к единственной цели. Он должен преодолеть расстояние в 14 километров с начала и до конца. Всего через три недели камнепроходец должен дойти до цели. Здесь нет места для ошибки. Теперь наступает интересный момент. Здесь работают три таких мегакамнепроходца 24 часа в день, 7 дней в неделю. Чтобы сократить время производства, эта сборная команда работает на прокладке одного туннеля, начиная с разных исходных позиций. Если все пойдет нормально, три секции соединятся вместе. Но есть одна проблема. Так как спутники под землей не работают, инженеры не могут воспользоваться GPS для установления точного местонахождения камнепроходца и направления их движения. Если один из них собьется с курса, то могут получиться три отдельных туннеля, идущих никуда. И вода никак не попадет на электростанцию. А без воды нет энергии. А на дамбе геодезисты проверяют конструкцию. Скоро вода с дамбы будет направлена через туннель к электростанции, где она произведет электричество. Хорошо, Карло, поднялась на 10 сантиметров. Вверх! Эта команда работает над приближением главного момента. Через 4 недели дамба начнет собирать воду. Если работа не будет сделана должным образом, то в день испытаний все может быть смыто водой. Бесконтрольный поток воды может смыть всю дамбу. В 2006 году на бразильской дамбе Кампос Новос, третьей по высоте дамби подобного типа в мире, произошла крупная авария. Миллиарды литров вылились из резервуара, вызвав огромную катастрофу. Инженеры должны убедиться в том, что здесь ничего подобного не произойдет. Это нормальное явление для дамбы, когда она смещается из-за огромного веса каменного наполнителя, из которой состоит дамба, и давление воды, когда она начинает наполняться. Чтобы убедиться в том, что дамба Караньюкар не смещается слишком сильно, геодезисты отмечают положение параллельно к леважу и затем отмечают их положение относительно фиксированных координат. Тогда они могут измерить то, в каком направлении и насколько сдвигается стена. Подобно дырке в плотине, даже маленькая слабая точка может разрушить эту дамбу. А принимая во внимание размеры данного сооружения, это стало бы катастрофой невероятного масштаба. При высоте почти в 200 метров эта дамба будет самой высокой дамбой подобного типа в Европе и одной из крупнейших в мире. Постройка дамбы подобного типа требует перемещения гор, камней и земли. На стройплощадке два главных карьера и примерно 80% материала поступает из этого карьера. И лучшим способом превратить камень в шлам является взрыв. В среднем за день огромные самосвалы высыпают 50 тонн камня. Камень укладывается слоями от грубого до мелкого для улучшения гидроизоляции. Задачей инженера Карла Йенсена является обеспечение гарантии того, строительство идет по плану. Мы уже завершили около 98% и закончим все это через месяц-полтора. Потратив более двух лет и переместив в три раза большее количество камня, чем то, что потребовалось для строительства пирамиды в Гизе, дамба почти готова. А на цементном заводе проблема избыточного воздуха в цементном растворе была улажена, как раз вовремя. Для покрытия всей поверхности дамбы требуется полмиллиона тонн цемента. И все должно быть сделано до наступления зимы. Эта работа требует силы и умений. Во-первых, стена дамбы должна укрепляться стальными арматурными стержнями. Эта напорная плита должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать огромное давление из озера. Сталь придает бетону дополнительную прочность. Рабочие измеряют масштаб напорной плиты подобно альпинистам и перерезают арматурные стержни. Отвесная и скользкая стена подвержена сильным ветрам, дующим с ледника. Одно неверное движение может закончиться долгим падением. Далее большой потоп. Это очень важно. Бетон должен быть идеально положен, единым ровным слоем. Иначе из-за избытка воды он может потечь и повредить дамбу. Пора приступать к делу бетонщику. Бетонщик — это мобильная платформа, специально приспособленная к тому, чтобы распределять мега-тонна бетона по невероятно крутому склону. Его ширина почти 15 метров, и в него загружают целые грузовики жидкого бетона. Огромные лебедки, прикрепленные к вершине дамбы, поднимают бетонщика вверх по стене с постоянной скоростью в 2,5 метра в час. Бетон, вылитый сверху, утрамбовывается по мере прохождения по нему бетонщика, придавая стене идеально ровную поверхность. Рабочие, стоящие на платформе, устраняют любые дефекты в бетоне. Сегодня они покрывают участок, ширина которого 15 метров, а длина 60 — одним бесконечным потоком. Как только она приступает к работе, эта отрицающая гравитацию мегамашина не может остановиться. Если она остановится, плита не будет безупречной и возникнет опасность появления трещины. При такой скорости работы дамба будет готова к началу сбора воды через 4 недели. И это не единственный срок окончания работы, который приближается. В 40 километрах к северо-востоку от дамбы еще одна команда мегамашин занята работой, чтобы закончить строительство электростанции. Так же, как дамба и туннель, электростанция основана на смелом плане. Она использует природу для создания энергии. Вот как она работает. Электростанция строится внутри небольшой горы, расположенной ниже дамбы. По туннелям вода доставляется к вершине горы. Затем устройство электростанции заставляет эту воду падать вниз по шахте, которая называется напорным туннелем. Представьте огромную реку, внезапно падающую с высоты Empire State Building. При падении воды гравитация создает силу. Ту силу, которую инженеры превратят в электричество. Как и вся вода в данном проекте, эта сила должна тщательно контролироваться. И прямо сейчас рабочие должны построить напорный трубопровод и убедиться в том, что он действует. Гигантский кран опускает стальные секции трубопровода в глуби горы. Каждая часть трубы составляет 3 метра в диаметре и весит 45 тонн. Требуется удивительная маневренность, чтобы установить трубу такой величины на место. Теперь остается только развернуть ее и установить вертикальное положение. И опустить в пустоту. Осторожно. Затем рабочие должны сварить секции вместе. Единственный подход к трубопроводу от подножия горы и у лифта есть только одна остановка на 137 этаже. Внутри вертикальной шахты душно, но это стальное крепление важно для того, чтобы вода не вырвалась наружу. Здесь внизу вода подходит к электростанции со скоростью в 140 тысяч литров в секунду. Какой-либо дефект системы трубопровода приведет к затоплению электростанции в течение секунд. Менее чем три года назад на месте этой полости была монолитная скала. Теперь более 300 тысяч кубических метров были удалены из горы. Надо было удалить весь этот камень, то есть взорвать его. Взрывные работы и на поверхности земли достаточно опасны. А в 200 метрах под землей каждый взрыв это рассчитанный риск. И если что-то сделать не так, то может обрушиться крыша. Для надежного осуществления этого требуется машина с прицельной точностью и расчетом времени до доли секунды. К этой чрезвычайно рискованной работе лучше всего приспособлен джамбо. Весящий более 40 тонн джамбо это гидравлически управляемая и контролируемая компьютером буровая мегамашина. Но не размер, а умение делает джамбо чемпионом по подземным взрывным работам. Перед каждым взрывом схемы и глубина закладки зарядов тщательно рассчитываются и программируются. и затем джамбо приступает к работе. Это компьютеризированная буровая машина, которая расчищает те районы монолитного камня, куда не может добраться камни-проходец. В длину он достигает 17 метров и эта длина позволяет ему пробираться на невероятную глубину. У него есть три манипулятора, которые могут двигаться во многих направлениях. Каждый бурит отверстие для заряда на глубине 5,5 метров с хирургической точностью. Но джамбо не только точен, он еще и очень быстрый. Как только компьютер настроен, он бурит более 40 квадратных метров каменной поверхности. Это как сторона двухэтажного дома всего за два часа. После того, как отверстия просверлены, пора закладывать взрывчатку. В этом проекте взрывчатка сделана из чрезвычайно стойкого водонепроницаемого соединения. Тщательно измеренные заряды вставляют в стену по сложной схеме. Это все делается для максимального взрыва с наименьшими затратами. Район расчищен. На этой суровой земле это опасная работа. Если все сделано правильно, вся стена скоро превратится в пыль. Если нет, то весь район может быть похоронен под обвалом горной породы. Глубоко под землей в огромном туннеле около строящейся в Исландии гидроэлектростанции Канекюкар начинается отсчет времени перед взрывом. Руководитель взрывных работ устанавливает заряд и все находящиеся по взрыву затыкают уши, закрывают глаза и прикрывают руками голову в ожидании взрыва. Рабочие ушли. Взрывная волна двигается вверх-вниз в замкнутом пространстве. Дым рассеивается и удача. Огромная груда крупного камня это все, что осталось от 600 тонн стены, вес которой превышает вес трех аэробусов. К счастью, здесь есть две мегамашины, готовые к действию и убрать этот камень. Познакомьтесь с дробильщиком и конвейером. Задача дробильщика пережевывать большие булыжники, превращая их в удобные для перевозки маленькие камни, которые называются шламом. Дробильщик оседлал новую груду камня и врезается в нее. Груда камня быстро переламывается на более мелкие кусочки. Теперь она готова для конвейера, самой главной из мегамашин. Эта потрясающая машина вывозит шлам из туннеля. Без нее бы туннель быстро засорился. Подземная железная дорога перевозит небольшую армию людей в глубину туннеля и из него. Вдоль туннеля к задней части камни проходца подходит один из самых длинных в мире конвейеров. Путь длиною в 14 километров занимает как минимум 30 минут. А в конце пути находится камни-проходец. Единственный вход через заднюю дверь. Внутри камни-проходца тесно. Здесь находятся мастерские, складские помещения, блок электропитания и водоснабжения. Все необходимое для жизнеобеспечения 30 строителей, работающих здесь. Несмотря на твердость этого камня, его выемка легкая часть работы. Огромная сложность состоит в управлении вслепую, в трех направлениях. На такой глубине невозможно определить направление. Компасы и GPS бесполезны. Трудно сказать, двигается ли камни-проходец вверх, вниз, влево или вправо. Всего через две недели камни-проходец предположительно достигнет цели и дойдет до соединительной камеры. От этих ребят-геодезистов зависит то, чтобы бурильщик туннеля не отклонялся от своего курса. Для этого требуется сложная математика, высокотехнологичное оборудование и внимание к каждой детали. Главная сложность в определении точного расположения по крайней мере одной точки. Затем, используя лазер для определения угла и расстояния, они могут отметить точное расположение любой новой точки, сохраняя движение камнепроходца в нужном направлении как горизонтально, так и вертикально. Уже более двух лет ежедневно два раза в день геодезисты следят за продвижением камнепроходца. Данные анализируются в главном лагере для проверки правильного движения камнепроходца. у водителей имеется полный набор компьютеров и телевизионных мониторов, помогающих им управлять машиной. Это как огромная видеоигра, но это серьезная игра. Опасность в том, что существует степень ошибки при каждом отсчете. Если машина отклонится от курса на дюйм в первый день, то отойдет от цели почти на 18 метров. Этот туннель очень длинный, более 14 километров. Что беспокоит еще больше? Допустимый предел ошибки умножается на три. Потому что три бурильщика туннеля работают вместе для создания этого мегатуннеля. Первый камнепроходец двигается на юг, вторая и третья машины идут на восток и запад. Если они соединятся, туннель протянется на 40 километров от дамбы до электростанции. До сегодняшнего времени не существовало надежного способа определить, насколько близко эти машины находятся от цели. Но если первый бурильщик туннеля достигнет цели согласно плану, то инженеры узнают, сработает ли их план соединения туннелей. От этого зависит судьба всего проекта. Чтобы прорваться сквозь стену туннеля за две недели, команда должна убедиться в том, что ничто не затрудняет движение камни проходят вниз. В другом конце туннеля рабочие достигли критического момента в конструкции гидроэлектростанции. Сегодня они опускают огромную часть генератора, который называется статор, устанавливая его на место. Это огромное стальное кольцо диаметром в 6 метров, наполненное плотно скрученным проводом, весит 140 тонн. С ним надо обращаться осторожно. Можно легко повредить деликатную проводку или, что еще хуже, техников, работающих под ним. Здесь есть 2 сантиметра в запасе. Очень плотная подгонка. Если мы сможем медленно опустить его, то все будет в порядке. Этот генератор представляет собой множество электропроводов и вращающихся деталей. Они должны точно соединиться для максимальной эффективности. А вот как это работает. Вода течет от дамбы в туннеле и обрушивается вниз по вертикальному трубопроводу. Она поступает наверх генератора с разрушительной силой. Когда вода обрушивается на турбину, которая расположена в основании генератора, она заставляет его вращаться. Это в свою очередь приводит к вращению электромагнитный стержень, который называется ротором и находится на вершине турбины. Когда магнитное поле ротора проходит по электропроводке к статору, возникает электричество. В этом случае это мегапоток. все остановить. Эта электростанция, действующая в полную силу, будет производить 690 мегаватт, более половины всей производимой в данный момент энергии Исландии. Этого электричества достаточно для обеспечения энергии такого города, как Вашингтон, округ Колумбия. Если они смогут осуществить этот проект, и прямо сейчас возникает проблема в туннеле. Цилиндры, приводящие в движение камни-проходец, не работает. Похоже, что проблема с электричеством. Поиски отсоединившейся проводки в массивном бурильщике подобны поискам иголки в стоге сена. И это опасно. Если они не смогут быстро их найти, то не успеют закончить работу в срок. На месте строительства гидроэлектростанции Караньюкар работа идет с ужасной скоростью. Чтобы пробиться сквозь камень в Исландии требуется огромная мощность, и каждому из этих камнепроходцев необходимы 3 мегаватта для работы. Электрики, стоя в воде глубоко под землей, отчаянно ищут провод, вызвавшие замыкание в машине. Наконец, они обнаруживают, в чем проблема. После срочного ремонта строительства тоннеля, соединяющего дамбу с электростанцией, возобновляется с новой силой. Остается всего неделя до того дня, когда камнепроходец должен закончить первую часть туннеля. Команды на дамбе и на электростанции спешат закончить работу в срок до наступления зимних холодов. На электростанцию прибывает новый волнующий прибор. Несмотря на то, что он похож на обычный желтый ящик, это очень важная вещь для того, чтобы данный проект был выгодным. Это трансформатор. Он забирает электричество, поступающее из генератора, и повышает его напряжение, прежде чем направить его в электрическую сеть. Электричество высокого напряжения легче передать на большие расстояния, чем электричество низкого напряжения. Гидроэлектростанция предназначена для максимального производства энергии. Но сначала этот трансформатор, как и пять других, необходимо установить. Для этого их надо доставить на полтора километра вниз, внутрь горы. При весе в 120 тонн, это непростая задача. В высоту он почти пять метров. Если его слишком наклонить, то он может обрушиться. Команда двигает его очень осторожно, но когда они оказываются внутри электростанции, у них возникает еще одна большая проблема. краном. Здесь нет места для крана, и этим трем парням приходится вручную поднимать все эти 120 тонн. Они используют старую технику, используя домкрат, для того, чтобы опустить эту высокотехнологичную деталь. Это медленный процесс, но другого пути нет. Именно это оборудование является существенной частью в цепи электроснабжения, и с ним надо обращаться осторожно. Но это не единственная проблема на стройплощадке. Теперь что-то еще замедляет продвижение бурильщика туннеля вниз. Когда доза планированного прорыва остается всего 7 дней, система конвейера не очищает туннель достаточно быстро. Переместив гору камня, лента конвейера износилась, и система конвейера постоянно ломается. И когда конвейер останавливается, то прекращается и бурение туннеля. Предстоит преодолеть еще одну проблему, и нельзя было бы выбрать худшего времени для этого. Флавиано Солесин, человек ответственный за то, чтобы камнепроходец дошел до цели в срок, находится в состоянии стресса. в течение двух лет это было его детищем, и он намерен закончить работу в срок. Сегодня прибыло начальство для проверки цели. Солесин знает, что у него нет права на ошибку. Через семь дней все взгляды будут прикованы к этой стене. Камнепроходец должен быть на другой стороне, готовый к прорыву. А это значит, что Солесин должен восстановить работу конвейера. Прибывают полные грузовики порванных лент. чтобы все шло по расписанию, операторы конвейерных лент работают сверхурочно, исправляя сотни порванных лент. Для починки каждой из них требуется как минимум восемь часов. Камнепроходец прорвался в срок. А на поверхности дамбы работа идет без осложнений, но это не означает, что все проблемы остались позади. Команда проектировщиков хочет избежать малейшей возможности того, что дамба даст течь. И попросил установить на поверхности дамбы резиновую перегородку в качестве дополнительного защитного слоя. Это обеспечит то, что меньшее количество воды будет просачиваться сквозь бетонную стену. Главный инженер Ричард Грэм должен установить эту перегородку до того, как дамба начнет собирать воду. Это очень серьезно. Если это не будет сделано, мы не сможем начать заполнение озера водой. Так что мы уже вышли на критический путь этого проекта. Но прослойка не единственная из оставшихся задач. Внизу, в глубине дамбы, инженеры работают над еще одной важной ступенью, устанавливая ряд массивных ворот, которые остановят поток воды, который начинает заполнять дамбу. остановить реку. одноразовая операция. Все эти ворота должны быть надежны. На электростанции трансформатор установлен на место. Главный инженер-электрик Питер Зиелонка не очень доволен. Поручень должен быть выше. Он выступает на несколько сантиметров. Хотя это и мегапроект, но допуски здесь крошечные. Этот трансформатор должен входить как перчатка. В противном случае электричество может раствориться в воздухе. И предстоит установить еще пять трансформеров. То, что мы должны сделать, это содержать, но все старания будут напрасны, если камни проходцы не успеют закончить строительство туннеля. После устранения повреждений электричества изношенных конвейеров, камнепроходцу возможно предстоит самая большая задержка в работе. Вчера вечером, когда мы медленно бурили, упал этот камень. Это большая неприятность. Иногда бурильщик туннеля наталкивается на трещины в породе. Вместо того, чтобы превратиться в пыль, огромные камни обрушиваются вниз, подвергая опасности людей, работающих внизу. Мы должны обезопасить это. Эти куски камня ненадежны, мы не можем продолжать. При возникшей проблеме и огромном снижении скорости продвижения этот туннель становится главной проблемой данного проекта. бурильщик туннеля не может продолжать работу. Команда должна устранить проблему. Это медленная и трудоемкая работа. Каждый камень нужно вручную вынуть и уложить на пол, а затем вывести на поверхность. Немного иронично то, что эту машину, которая стоит миллионы долларов, высокотехнологичную, и сложную машину заменили люди, вручную удаляющие камни по одному. Это серьезная задержка в работе, которая в этой части тоннеля полностью остановилась. Последний раз, когда это случилось, задержка в работе составила шесть месяцев. Это недопустимая задержка в такое важное время. На стене дамбы гидроэлектростанции Караньюкар в Исландии мобильная платформа по укладке бетона близка к победе. Бетонщик почти закончил дамбу, успев к началу заполнения резервуара до наступления зимы. Бетонщик удерживает цемент на последнем участке огромной стены дамбы. Этот поток начался почти 24 часа назад. Теперь, спустя месяца изнурительной работы, покрыв более 90 тысяч квадратных метров, этой мегамашине остается всего несколько часов до окончания этого последнего участка, сделав эту гигантскую стену как можно более водоупорной и крепкой, чтобы удержать здесь озеро. Она осуществила работу, на которую способны очень немногие машины в мире. Глубоко под землей команды сейчас узнают, справились ли остальные мегамашины успешно со своей работой. Наступает день начала операции. Камнепроходец должен сегодня совершить прорыв. В комнате чувствуется напряжение. Если камнепроходец не отклонился от своего курса, он должен пробиться сквозь камень. Если же он свернул с курса, этот день станет катастрофой. В туннеле рабочие потратили день на то, чтобы вынуть камень из трещины и дать возможность мегамашине продолжать свою работу. В течение последних нескольких дней бурильщик туннеля проделал путь, остановившись всего в нескольких метрах от цели. Если все пойдет так, как надо, то в течение следующих двух часов произойдет прорыв. Спустя 718 дней с начала этого мегапроекта. Конец уже виден. Согласно всем расчетам камнепроходец прогрыз 14 километров и 654 метра твердого камня. Наступает момент истины. Если все расчеты верны, бурильщик туннеля находится всего в двух метрах от прорыва. Потребовались усилия огромной группы людей для достижения этой цели. Геологов, геодезистов, инженеров и рабочих, которые трудились над каменной поверхностью. Столько было сделано поездок. И в результате все свелось к этому большому красному кругу, нарисованному на стене. Хорошо, здесь нет права на ошибку. Если камнепроходец попадет в эту точку, то геодезисты убедятся в том, что их расчеты были верны. Если не попадет, то придется возвращаться к чертежным доскам. И это стало бы катастрофой для остальных бурильщиков туннелей, которые должны присоединиться к нему всего через несколько недель. Но прямо сейчас возникает еще одна проблема. По какой-то причине камнепроходец остановился. Опять. И никто по эту сторону стены не знает почему. Главный инженер ждет ответа. В кабине бурильщика туннеля Флавиано Солесин ответственные за безупречное осуществление этой операции чувствуют напряжение. Вперед, вперед. Слышен шквал телефонных звонков. Заводи мотор. Компьютер в кабине запрограммирован так, чтобы предупредить его о приближении к цели. Согласно компьютеру камнепроходец уже должен совершить прорыв. Главный инженер Солесин отдает приказ водителю пробиваться сквозь стену. Наконец, огромная машина опять оживает. На другой стороне стены все отодвигаются от места приложения силы. Теперь ясно, что бурильщик туннеля рядом. Пол и стены пещеры дрожат. Но как близко камнепроходец подойдет красному пятно. Наконец, появляются трещины. Камень начинает падать. И наконец, массивная резцовая головка пробивает последние сантиметры стены. Резцовая головка и круг обозначающий цель совпадают идеально. Спустя два года бесконечного бурения, удаления невероятного количества камня, преодоления механических повреждений, обвалов камня и затопления водой, эта мегамашина закончила первую главную ступень этого мегапроекта. Камнепроходец выполнил трудную задачу. Солосин и вся команда собираются за резцовой головкой. Единственный путь внутрь камеры лежит через резцовую головку. Команда трудится над тем, чтобы снять один из резцов. Затем они появляются на другой стороне под громкие приветствия толпы. Это тот день, которого все так ждали. Он отмечает важный этап работы. У геодезистов и команды есть причины для празднования. Они провели камнепроходец через 14 километров почти по прямой линии и попали в цель. Отлично. Отличное начало. отличное окончание. Это невероятное путешествие выдержки и силы. Камнепроходец раздробил и съел более двух миллионов тонн камня. А конвейер перевез эквивалент 10 тысяч аэробусов на поверхность. Техника была отличная, команда отличная. Все это было полным кошмаром для нас, для меня. но мы здесь. Сегодня Солосин и его команда могут праздновать. Но времени на отдых немного. Еще предстоит много работы. Завтра им предстоит начать чистить этот отрезок туннеля. Сейчас это конец пути для бурильщика туннеля. Камнепроходцу предстоит демонтировать так же, как и 14-километровый конвейер, железнодорожную линию, электрокабели и воздухопроводы. Им предстоит еще 6 месяцев жить под землей на глубине 200 метров. Этот прорыв первая важная веха в строительстве Караньюнкара. В других местах работа продолжается круглые сутки. Когда этот проект будет закончен, он станет выдающимся инженерным достижением. Победа, несмотря на все трудности в тяжелейших условиях, когда сама мать природы установила строгие сроки окончания строительства. Это стало возможно только благодаря этой мощной команде мегамашинам Исландии. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ